Станет ли полуостров чище и что для этого нужно сделать? Решали сегодня на заседании Совета Министров. Власти полуострова объявили войну мусору и ночью и днем. Войну крымские власти объявили и нерадивым предпринимателям. Качество бензина, который продают на полуострове, у проверяющих вызвал шок. Еще один вопрос по таксистам, частникам. Гости полуострова жалуются на завышенные тарифы. Подробности заседания у Юлии Попович. Засоверенность полуострова мусором – тема номер один. О нелицеприятом облике Крыма говорят много и часто. В больших городах не справляются с объемами отходов, а в некоторых селах и вовсе мусор не вывозится. Только крупные населенные пункты обеспечены современной спецтехникой, и то ее потенциала недостаточно. Применяемые машины экономически неэффективны. К концу июня формируют заказ на новые. После процедуры закупки техники, которую привезут, ее достаточно будет для всех муниципалитетов? Потребность, по соответствии с расчетом потребности техники, 244 с учетом отдыхающих. Современной техники, не той, которая есть, а с учетом. Мы закупаем 150, с учетом, которая... Две трети, в общем, закрываем. Практически, да. С учетом существующего, практически перекрываем все, Сергей Валерьевич. А количество своим костей для сбора мусора, их баков, то есть как бы достаточное количество? Нет, нет. У нас 7700 есть, 2-3 закупаем, необходимо 15 тысяч. Но муниципалы в этом районе... Заложите на следующий год, чтобы мы закончили эту ситуацию. Симферопольский полигон ТБО исчерпал свой лимит. В помощь новая сортировочная линия. Долгое время она стояла без действия, теперь готова к переработке мусора. Благодаря ей в два раза объемы складирования будут уменьшены. До конца года в Симферополе появятся новые контейнерные площадки. В качестве пилотного проекта они уже стоят на некоторых улицах крымской столицы. Главное, мусорные баки теперь не будут расположены на территории проезжей части. Ради этого муниципалитет нашел у себя 11 миллионов рублей. По частному сектору это отдельная проблема, потому что все контейнеры, которые стоят у нас, например, возле многоэтажек, они в большей части заполняются сопрягающими территориями частного проживания. И там, вот в этом вся и сложность. Мы хотим сейчас уйти от этого и разработать механизм, который применен в городе Белгороде. Они предложили вариант, значит, по дворовой уборке. Мы пойдем на затраты покупки маленьких контейнеров. Так и нужно. Вот они показаны, значит. И при этом мы будем понимать, что человек, загружая в этот контейнер, будет платить за тот мусор, который мы вывезем. Значит, у нас работает... По факту то есть самого, он будет понимать там, сколько он выдает отходов. Не было на нашей площадке, которая за бюджетность есть, да вот. До сегодняшнего дня мусор из контейнера в городе вывозился один раз и в ночное время суток. Для Симферополя это малоэффективно. Аксенов дал распоряжение установить новый график. Мусороуборочные машины станут выходить на улицы столицы и днем. Возможно, будет почасовая уборка. Правда, техника должна быть компактней. Нагрузки на дороги и без этого колоссальные. Начала ломаться машина? Вполне возможно, виной этому местный бензин. В ходе рейдов по крымским автозаправкам выявлен ни один факт несоответствия топлива нормам ГОСТа. Спекулянтов ждет наказание. По установлению подобных фактов будут возбуждаться уголовные дела. Там уже и штрафные санкции поболее, чем в административном кодексе. Но административное правонарушение в основном на каждой заправке, если поделить по видам, не было заправки, на которой не устанавливались бы факты нарушения законодательства. Но в основном, если делить, это в части реализации автомобильного топлива с использованием измерительных средств, вне прошедших поверку, в части отсутствия паспорта качества на отпускаемый бензин и информация о марке топлива. Ну и, естественно, это низкое качество бензина. То есть совершенно не подходит по всем стандартам, предусмотренным российским законодательством. Проблема пляжей в этом году так остро не стоит. Как отметил Сергей Аксенов, туристов в общем они устраивают. А вот за их санитарным состоянием требуют от муниципальных властей следить тщательнее. К Крыму зарегистрировано 473 пляжа. Удивительно, за год куда-то пропало 87 пляжей. Нет, волной их не смыло. Все дело в документах. В некоторых случаях прибрежные территории объединились. Но таких немного. Куда подевались остальные, разбирается Минкурортов. В случае недостатков пляжей в том или ином районе, власти договариваются, чтобы людей пропускали на территорию санатория. Таким образом, на встречу пошли Айпетри, Дюльбер и Мисхор в Кореизе. Но бывают и случаи, выходящие из ряда вона. Один из них установлен в одном из частных парк-отелей в Алуште. По нашим данным, на данный пляж пускают только за деньги. Была зафиксирована нашими сотрудниками сумма 1200 рублей за вход на пляж. На какой пляж? Которая отелю принадлежит? А что это за суммы такие? Ну вот такие суммы. Дело в том, что это частная собственность. Мы собрали полностью все документы, готовы сейчас отработать. Пляж частной собственности? Частная собственность. А каким образом он мог упасть? И на нем Украина. Разобраться надо. Приятные новости для некоторых граждан, кому необходима помощь нотариуса. Как известно, плата за их услуги высокая. Нотариальная палата для некоторых сделала скидку. Инвалиды первой и второй группы, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, герои России и Советского Союза, обладателя Ордена Славы и многодетные семьи. Для этих людей стоимость нотариальных услуг будет на 50% дешевле обычной. А бесплатно она полагается детям-сиротам, либо оставшимся без попечительства, а также опекунам и приемным родителям. Юлия Попович, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ.